Добрый день уважаемые пациенты, сегодня мы коротко поговорим о такой широкой теме как заболевание мочеполовой системы мужчин. Это болезни, которые поражают соответственно мочевую и половую систему мужчин. Они достаточно обширны, это несколько тысяч болезней, поэтому все конечно мы разобрать не успеем, но разберем только самые частые заболевания. Итак, заболевания мочеполовой системы мужчин можно условно поделить на заболевание почек, заболевание мочевого пузыря, заболевание мочеводящей системы, различные нарушения эректильной функции и бесплодия, различные инфекции. Разберем более подробно каждую из групп. Во-первых, патология почек, наиболее часто случаются гнойные поражения почек, это такие вот пиелонефриты, гломированный нефрит и поражения почек различной аллергической теологии, нефриты. Следующее наиболее частое поражение, это поражение мочеспускательного канала или уретрит. Наиболее часто оно у мужчин связано с поражением половыми инфекциями. На втором месте это бактериальный уретрит или нарушение бактериального состава уретра. Следующее это поражение полового члена, это может быть чаще всего патология головки, это покраснение головки, воспаление, это балонит, покраснение головки и крайней плоти. Бывает отдельно пастит, это покраснение только крайней плоти, но изолировано оно бывает крайне редко. Воспаление яичек носит название архит, когда воспалены собственные яички, и эпидемид, когда воспалены придатки яичек. Соответственно, если, как часто бывает, это вместе, то это ухо и эпидемид. Эти два воспаления совместны. Патология предстательной железы. Наиболее часто на слуху и, в общем-то, широко разрекламируемые заболевания простатит. Это воспалительные заболевания. Есть также заболевания, связанные с разрастанием тканей предстательной железы. Это аденома, если доброкачественное разрастание, и рак, если это злокачественное. Воспаление мочевого пузыря или цистит бывает крайне редко у мужчин, однако такое тоже встречается, и бывает осложнение уротрита. Вообще, какие симптомы наиболее характерны для вот таких поражений? Ну, наиболее типичное заболевание – это уротрит, поражение мочеспускательного канала у мужчин, когда у мужчин появляется учащение мочеспускания, зуд при мочеспускании, зуд просто в покое внутри мочеспускательного канала, выделение, сжение, болезненности мочеспускания – все это характеризует уротрит. Баланопастит или баланит – воспаление головки, характеризуется покраснением, налетами, появление эрозий, язв на головке, также часто субъективное ощущение беспокоит пациента в виде болезни, болезненности жжения, зуда в области головки. Достаточно часто встречается кандидозный баланопастит, он вызван грибками молочницы, которые, соответственно, образуют к обычной картине покраснение головки еще творожистые белые налеты. Следующее в это воспаление яичек и придатков яичек, архито-орхоэпидемид, в этом случае происходит отек, покраснение кожи мошонки, болезненность, температура, соответственно, крайне болезненная эрегуляция. Простатит часто характеризуется отсутствием каких-либо симптомов, потому что в простате нет болевых рецептов. До тех пор, пока простата не перерастянута, находящаяся внутри виновным, воспаленным секретом, в этом случае уже в капсуле простаты есть болевые рецепторы. Отсюда те болезненные ощущения, те выделения, усиливающиеся периодификацию. Также, учитывая роль простаты непосредственно в половой функции мужчины, то часто страдает и половая функция, происходит различное нарушение потенции. Цистит, или заболевание мочевого пузыря, характеризуется частным мочеиспусканием, болезненностью в глотковой области, соответственно, частным неполным упражнением мочевого пузыря. Что необходимо для установки диагноза и лечения? Конечно же необходимо, учитывая что это заболевание мочевого системы, обратиться к урологу, в ряде случаев к венерологу. Данный специалист различается тем, что венеролог в основном лечит а покраснение и поражение кожи головки полового члена, б он лечит половые инфекции, уролог же лечит уже осложнение половых инфекций, такие как простатит, цистит, патологию почек, то есть вот эти два специалиста к тем, кому мужчина наиболее часто обращается. Какие исследования при заболеваниях мочевого системы обычно делят? Это различные роды мазки, в частности на выявление половых инфекций, это мазки-посевы на бактерии, это кровь на биохимию почек, такая тоже есть, она отображает интенсивность работы почек, качество этой работы, это различные анализы мочи, это кровь на просто специфический антиген и многие другие анализы. Также для диагностики заболеваний мочевого системы мужчин применяются различные исследования в виде внутрозвукового исследования, компьютерной томографии, магнитно-резнации и исследования. Эти анализы и исследования помогают установить диагноз, в результате чего будет проведено грамотное лечение. Хотел сказать в заключение, что далеко не всегда при заболеваниях мочевого системы мужчин нужны антибиотики. Сейчас эра, когда большинство пациентов, которые говорили ко мне на прием, спрашивают, какие антибиотики мне нужны. Соответственно, примерно половины, я отвечаю, никаких вообще. Антибиотики вам противопоказаны. В результате самостоятельного применения антибиотиков очень часто инфекция хронизируется. Очень часто инфекция привыкает к этим антибиотикам и потом очень сложно даже при правильном лечении вылечить. Поэтому при любых симптомах, признаках и подозрениях на заболевание мочевого системы обращайтесь к грамотным специалистам. Если вы находитесь в Москве, вы можете обратиться в наш медицинский центр «Платный КВД». У нас принимают опытные венерологи и урологи, которые обладают всем спектром необходимой диагностики для лечения заболеваний мочевого системы мужчин и достаточного опыта для назначения грамотного лечения. Ждем вас в нашей клинике. Спасибо за внимание.